Всем привет! Давайте продолжим делать наше колесо. Диск вот такой у нас есть уже. Надо теперь на него сделать покрышку. Как это будет всё выглядеть? Давайте откроем ещё один цилиндр. Вот так он будет выглядеть. Сделаем такую же заготовку. Инициалайзер откроем. Вот так вот сделаем приблизительно. И сделаем отверстие. Только отверстие теперь делаем. Здесь можно поменьше чуть сделать. Вот так вот где-то. Покрышка она всё-таки меньше, чем диск. Добавить можно дивайдов. Нажимаем Make Polymesh. Вот сохранилась наша заготовка. Теперь открываем Subtool. И добавляем наш диск. Вот диск у нас добавлен. Прибавляем его к нашей заготовке. Давайте теперь поработаем над заготовочкой чуть-чуть. Зайдём в деформацию. Опять же Size. Вот так мы её прибавим. Посмотрим со всех сторон. Вот вроде она сидит. Наша заготовочка. И давайте теперь её уменьшим. Уменьшим мы её, наверное, по Z. Вот таким движением. Вот так вот. И давайте теперь вторую нашу заготовку. Перейдём на неё. И теперь проделаем то же самое с ней, только её прибавим. Вот так вот. Так. Уменьшим, уберём. И вот так мы её увеличим. Это будет многовато. Так. Давайте её уменьшим немножко. Вот так. Что мы теперь сделаем? А давайте мы теперь попробуем увеличить Ну, давайте ещё уменьшим покрышку нашу. Опять же, перейдём на шину. Опять деформация. И Size ещё уменьшим. Вот где-то до таких размеров. Вот так вот. Вот так мы теперь увеличим умом. И немножко увеличим сюда. Вот так вот. Вот такое колесо у нас получилось. Давайте теперь над ним поработаем. Как что делать? Делаем вот что. Отключаем Move. Добавляем ему Дивайдов. Вот такая покрышка у нас получилась. Делаем теперь Дайна Мэш. Вот такая красота. Дайна Мэш. Теперь открываем Планер наш. Жмём опять Трансформацию. Жмём Симметрию. Z. Радиал. Вот так. И теперь давайте радиалов ещё добавим. Вот такую штуку сделаем. Так. Добавим ещё Дивайдов. И попробуем теперь маловато будет. Добавим опять Драф. Зайдём опять в Трансформацию ещё радиалов добавим. Вот. Вот так вот сделаем. Всё красиво. Всё хорошо. И немножко вот так закруглим. Всё. Теперь давайте зайдём в Move. Отключим нашу симметрию. И вот эту часть ещё вытянем вперёд уже закруглённую. Вот так. Давайте теперь поработаем над этой частью. Включим опять симметрию. Вот так всё это красиво сделаем. И теперь давайте на Альте чуть-чуть прибавим толщины с боков. Вот так вот. Вот такая покрышка у нас вышла. Вот так мы подровняли. И теперь давайте нанесём на неё нашу текстуру. Как это будем делать? Давайте приблизим. Уменьшим Drawf Size. Уменьшим радиалов. Сколько нам надо выберем. Так. вот так где-то пусть будет. Нажимаем Ctrl и рисуем нашу покрышку. Можно использовать скачать вот эти текстуры шин в интернете и ими воспользоваться нанести их как рисунок. Вот маловато у нас выходит. Давайте ещё добавим радиалов чтобы их побольше было. И проделаем опять такую же операцию. Вот так это делаем. вот так вот и давайте тут также сделаем вот так так вот уменьшим еще трав сайс я не буду показывать полностью как ее делать вы сами потом разберетесь я просто принцип вам показываю у меня это колесо сделано очень много времени тратить на видео вот так пусть приблизительно у нас получается покрышка давайте теперь еще что сделаем сделаем вот здесь по краю бортик вот так у нас чуть побольше поставим и вот так вот сделаем борт все вот так у нас выходит подготовлено теперь давайте что сделаем зайдем в маскинг нажмем инвертировать и теперь идем деформацию сейчас вот деформация у нас находим сайс включаем все как это уменьшает вот так большую делать не будем толщину принципе понятное все снимаем выделение вот такая покрышка у нас получилось давайте теперь вот этот блок уведем как мы это сделаем возьмем поставим перо мов вот это поставим и теперь сделаем побольше нашу эту перо возьмем за этот край и вот чуть-чуть его прибавим а это чуть-чуть уведем так и проделаем то же самое с этой стороной вот так это дело будет у нас так немножко прибавим сделаем ровную кромку вот эту часть мы чуть-чуть приподнимем все вот такое колесо у нас с вами получилось ее можно еще конечно доработать кое-где подправить сделать качественную текстуру покрышки скачать нанести смоделировать в принципе еще можно вот так вот чуть-чуть здесь выгладить где-то нанести бороздки добавить гаек добавить вал и в принципе хорошее будет колесо хорошо будет смотреться на машине так давайте чуть-чуть еще приблизим выровняем и вот эту часть можно вот так делать можно здесь ее потом прорисовать допустим поставив кисть стандартную уменьшить вот так вот граф сайс и нажать на альт и немножко так вот по прорезать сделать более такую текстуру вот так вот и тут можно эту кромочку чуть-чуть сделать еще поменьше и вот так и чуть-чуть еще провести на колесе поменять материал можно вот так будет смотреться наше колесо в другом материале все всем до свидания кому пригодится делайте лучше делайте качественней всем пока все всем пока